Встретились блондинка и брюнетка, но это не начало анекдота. С Машей мы знакомы около года. Объединяют нас общие филологические темы, отличает цвет волос и еще в моем кармане только карточка. А у нее с собой всегда наличка. Впрочем, были времена, когда Маша пыталась освоить пластиковое новшество. Самое серьезное – это то, что я не знаю, когда у меня закончатся деньги. А заканчиваются и самый непосходящий момент. Обычно это бывает, когда я уже наберу себе полную корзину, иду на кассу, даю карточку продавцу, а она мне говорит, что недостаточно средств. И мне приходится уходить и все это раскладывать. Не в каждом магазине найдешь терминал. Кроме того, он может зависнуть или сломаться. Тут с техникой и с Машей не поспоришь. Что еще смущает девушку в использовании карты? Ну еще, Ирина, я боюсь, что с моей карты мошенники снимут деньги. Хоть даже там не так много, не миллионы лежат, но все равно это довольно ощутимо для меня. И поэтому я предпочитаю снимать все-таки деньги и расплачиваться наличкой. Есть, конечно, защитные системы. И у меня вот, например, все наоборот. Наличка из кармана улетучивается со скоростью света, а деньги на карте остаются целее. Но спорить на эту тему и обсуждать ее можно бесконечно. Продолжу дальше исследовать общественное мнение. Начинаете расплачиваться карточкой или наличкой? Карточкой. Почему вы именно такой способ выбираете? Потому что мне это удобнее. Деньги часто валяются по всем карманам. Неудобно их собирать. А на карточке все в одном месте. Поэтому расплатилась и забыла. Не надо деньги, считай, стоять. Особенно, когда на руках ребенок. Там быстрее оплачиваться, выйти. И дальше не надо ждать, если потребуется. Я вообще не карты, а с телефоном расплачиваюсь. Телефон у меня всегда с собой. То есть карты я даже не беру с собой. Могу в любой магазин выйти. И даже в торговых центрах расплачиваюсь так же. И везде. Телефон всегда рядом. С карточкой стоят впереди. Сначала покажет карточку, потом нажмет кнопочку. Потом подождет немножко. А тут рассчитался и все. Для нас, ветеранов. А молодежь, вы только на кнопочке. Только на кнопочке. На наличку там давать. Пока что тебе дают сдачу. Карточку просто приложил, все. Пошел. Насколько крепки аргументы за карточку? Проверим основные плюсы безналичного расчета на их истинность. Говорят, что покупать карты быстрее, чем деньгами. Совершу на время две покупки одного и того же товара. По скорости покупки с перевесом в три секунды побеждает карточка. Пока счет 1-0. Если потеряешь карту, ее можно тут же заблокировать. Кошелек с деньгами вряд ли кто вернет. Проведем эксперимент. В старый портмоне, его не жалко. Положим 100-рублевую купюру, старые банковские карты и записку с моим номером телефона. На оживленной улице подбросим бумажник к кустам у тротуара. Ноги у кошелька выросли за две минуты. Да, и звонка от везунчика так и не последовало. На том же месте роняю банковскую карту. Ждем. За 15 минут чудесная находка никого даже не заинтересовала. Пришлось поднимать ее самой. Безусловно, очко присуждается к карте. 2-0. Оплачивать счета, покупать билеты – все это можно не выходя из дома или с работы. Тут однозначное преимущество и экономия времени. Сюда же отнесем различные бонусы от банков в виде кэшбэков, скидок и других акций для пользователей пластиковой карты. И снова очко не в пользу налички. Сухая победа. Аргументы за карточку прошли проверку реальности. Меня они полностью убедили. И я могу сделать вывод, что карточка эта безопасна, удобна, быстрая и, кстати, гигиенична. Сравним бумажные деньги и пластиковую карту. Купюры постоянно переходят из рук в руки, собирая на своей поверхности бактерии и микробы. Карта находится только в ваших руках или кошельке. Как защитить себя от инфекции? Тщательно мыть руки после соприкосновения с денежными купюрами или просто перейти на безналичный расчет? Включайся в проект «Безналичное Чуваше» вместе со Сбербанком и помогай развитию Чувашской Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова